Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня у нас топ триллеров о людях, попавших в плен. Поехали! Кислород. В центре сюжета камерного фильма «Криогенная капсула», где очнулась главная героиня. Запертая женщина не понимает, где находится, и даже не помнит, кто она такая. Ей надо срочно выбраться из заточения, кислород на исходе, а единственный, кто может помочь, несчастный личный виртуальный помощник Мила. В процессе борьбы за жизнь героине начинает приходить воспоминания о себе, своем прошлом и страшной тайне. Девушка в подвале. Американская новинка кино пугает своей реалистичностью, ведь за основу сюжета взята настоящая история Элизабет Фритц из Австрии. Триллер знакомит зрителя с Доном, тираном и психопатом, который держит в ежовых рукавицах свою жену и двух дочерей. Однако, младшая дочь Сара иногда пытается идти наперекор отцу и мечтать о скорейшем наступлении совершеннолетия, чтобы покинуть ненавистного родителя. Едва девушке исполняется 18 лет, Дон заключает несчастную в подвале их дома на долгие годы. Кловерфилд 10. Молодая женщина приходит в себя в страшном подземном бункере в компании двух незнакомцев, спасших ее после автомобильной аварии. Они убеждают девушку, что из-за химической катастрофы жить на поверхности земли теперь невозможно. Постепенно героиня понимает, что опасность стоится не снаружи бункера, а внутри, и намерения у незнакомцев не такие добрые, как могло показаться на первый взгляд. Берлинский синдром. Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится с обаятельным школьным учителем Энди. Между молодыми людьми быстро возникает симпатия. Вместе они гуляют по городу, флиртуют и болтают о жизни. Непринужденный вечер плавно перетекает в страстную ночь. Кажется, что это отличное начало любовного романа, но события приобретают пугающий оборот. Проснувшись в квартире нового знакомого, Клэр понимает, что оказалась запертой в комнате. Комната. Джой было 17 лет, когда незнакомый мужчина похитил ее. С тех пор прошло 6 лет, и теперь в подвале частного дома она заперта не одна, а вместе с маленьким сынишкой. Девушка уже отчаялась выбраться на свободу, но после одного инцидента ей в голову приходит план спасения. А осталось объяснить это мальчику, ведь все 5 лет своей жизни он думал, что мира снаружи не существует, а дядя, навещающий маму, это волшебник, от которого нужно прятаться в шкафу. А с вами был Кинолист, и сегодня у нас была подборка триллеров о людях, попавших в плен. Ставьте лайк, если вам понравился данный ролик, заглядывайте на наш канал. Всем пока!